Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Меня зовут Хиворин Николай. Я являюсь руководителем проекта Мегаиндекс и наших проектов, связанных с этой группой. Сегодня мы хотим провести передачу и рассказать о том, как будут работать ссылки в ближайшее время. На проведении этой передачи нас побудил доклад Александра Садовского на конференции IBC Russia, который сказал о том, что влияние ссылочного ранжирования может быть изменено. И сегодня я хотел бы разобраться о том, как обстоит на сегодня дело с ранжированием в поисковой системе Яндекс, как оно будет меняться и какие факторы вообще сегодня и в дальнейшем будут преобладать при ранжировании сайта. Для начала я хотел бы начать с небольшой презентации о том, чтобы рассказать о том, как устроен сегодня Яндекс, как он работает, какие факторы в нем работали и будут работать в ближайшее время и понять наглядно, соответственно, что и как в этой поисковой системе планирует учитываться. Давайте начнем с такой ход презентации и сначала поговорим о том, как вообще устроен Яндекс. Потому что на сегодня для того, чтобы разобраться в этом вопросе, недостаточно просто собрать отзывы, слухи, надо понять, как все это работает из глубины, чтобы понять, какие движения могут быть в дальнейшем. И сегодня постараюсь это сделать. Итак, что же такое индекс Яндекса и вообще, как работает Яндекс? Сегодня это пять дата-центров, на которых работает более 30 тысяч серверов. Как говорят сотрудники Яндекса, все эти сервера имеют разную конфигурацию. И для того, чтобы нормально эксплуатировать эти сервера, было принято решение, что на этих серверах будут работать так называемые виртуальные машины. На каких-то серверах их будет больше, на каких-то меньше, но производительность каждой виртуальной машины будет одинакова. И было создано у них порядка 400 тысяч виртуальных машин, каждая объемом примерно 12 гигабайт оперативной памяти. Это сделано для того, чтобы иметь равные по производительности ноды, соответственно, и их так или иначе эксплуатировать. А сам по себе индекс представляет поделенную базу на шарды. Это порядка 6700 шардов. Соответственно, весь этот индекс стоит, по сути, из 6700 частей. Надо понимать, что среди 400 тысяч виртуальных машин, какие-то используются под поиск, какие-то под картинки, какие-то под Яндекс.Карты и так далее. То есть есть много-много составляющих Яндекса, которые эти части эксплуатируют. А если мы говорим об работе самого индекса, то вот эти вот 6700 шардов как-то раскладываются по вот этим серверам. Причем раскладываются в соответствии с популярностью. То есть надо понимать, что каждая часть этого индекса, она может и дублируется несколько раз на разных серверах. Во-первых, рассматривается возможность отключения дата-центра, возможность падения каких-либо отдельных серверов. И на самом деле, каждая часть имеет множество дублей. Но кроме этого, это возможно используется для того, чтобы повысить производительность. Тем самым, как бы каждая часть индекса, она несколько раз дублируется по серверам Яндекса и вот так вот работает. Это вот если говорить о технической стороне, как это все устроено. Теперь поговорим о том, как вообще работает поиск. Понятно, что поиск в таких объемах, как есть у Яндекса, вещь достаточно технически сложная. И сегодня в Яндексе используется, пожалуй, один основной поиск и очень-очень много дополнительных. Их порядка ста, как говорят сами сотрудники Яндекса. И, собственно, хотелось бы рассмотреть, как вообще это происходит, и как, соответственно, ведется сам процесс. Значит, первое, что хочу сказать, что есть, естественно, поиск по основной базе, который работает по тому самому пресловутому алгоритму MatrixNet, который, по сути, заполняет основную часть строчек в нашей выдаче, в нашей релевантной выдаче. И есть еще множество дополнительных поисков, таких как, например, поиск по новостям, поиск, который подсказывает курсы валют, например, в Яндекс.Подсказках, ну и так далее. То есть, есть очень много таких вот информационных, навигационных поисков, которые позволяют нам бросить жизнь и получить результат быстрее или спектрально. То есть, например, получить данные не из обычного алгоритма, а из-за различных спектральных частей. Тем самым, таких алгоритмов много, они подключаются, по сути, при ранжировании, и мы видим достаточно много результатов. То есть, понимаем, как все эти результаты склеиваются и, соответственно, объединяются. Ну, вот, собственно, нас как раз будет интересовать вот этот вот основной поиск, по которому происходит ранжирование, которое является для нас самым интересным. По сути, он формирует ранжирование по коммерческим сайтам, и его мы попробуем разобрать. Значит, что такое Матрикс.нет? Во-первых, это алгоритм, который позволяет делать машинное обучение. И надо сказать, что это машинное обучение, оно, естественно, сильно зависит от тематики, от типов запросов. Значит, заметим следующее. Что такое машинное обучение? Машинное обучение — это, соответственно, оценка различных... То есть, допустим, у нас есть выборка сайтов, которые мы можем как-то отранжировать. Ее может отранжировать наша, допустим, база экспертов. Эти сайты ранжируются, говорится, что какой-то сайт лучше, какой-то хуже. И на основании этих данных по тем факторам ранжирования, которые есть, подбираются их веса. То есть, здесь мы понимаем, что если мы получили какую-то сортировку сайтов в определенной тематике, имеем множество факторов ранжирования, мы можем подобрать формулу, которая будет описывать это ранжирование. Тем самым, подставив эту формулу множество других сайтов, мы получим примерно такое же ранжирование. Тем самым, вот эта вот формула MatrixNet, она очень сильно зависит от тематики, от типов запросов, ну и вообще от всего-всего, что может быть. Значит, поэтому надо понимать, что как таковой алгоритм MatrixNet в каждой конкретной тематике или в каждом типе запросов, он достаточно сильно отличается. Поэтому это мы будем дальше при рассмотрении учитывать. Значит, теперь рассмотрим, как обрабатываются запросы в основном поиске. Значит, безусловно, есть на входе несколько важных определений. Ну, понятно, что есть стандартные проверки на опечатки, на всякие там различные поисковые хитрости, но для нас самое важное, что запросы разделяются на геозависимые и геонезависимые, коммерческие и некоммерческие, ну и также определяется тематика или тип запроса, чтобы прогнать его по определенной ветке MatrixNet, то есть по определенной формуле. И вот это все мы должны понимать, соответственно, понимать, какой из вот этих вот веток MatrixNet могут применяться какие-либо изменения и понимать, что с этим делом будет происходить. Значит, давайте теперь посмотрим, что же такое формула аранжирования или функция релевантности. То есть, предположим, мы уже определили, что у нас есть какая-то ветка MatrixNet. Мы понимаем, что внутри этой ветки MatrixNet какая-то формула, она возникла в результате машинного обучения и была, соответственно, подобрана при учете вот тех параметров аранжирования, которые были заложены, во-первых, в сам набор вот этих вот факторов, а во-вторых, та сортировка, которая была заложена асессорами. На основании них, соответственно, происходит обучение. Значит, и, соответственно, дальше вот в этом образуется какой-либо, как правило, маном, потому что, как правило, функции релевантности, они представлены в виде произведения различных факторов. И, соответственно, вот произведение вот этих вот всех факторов, как правило, говорит нам о релевантности. Друзья, я вас попрошу задавать вопросы в эфир, в прямом эфире, в чат, но не флюдить, соответственно, в чат, потому что у вас, к сожалению, сейчас больше двух тысяч, а я не успею прочитать все ваши вопросы, поэтому хочу отловить именно то, что будет интересно вам и ответить на все соответствующие интересные темы. Значит, у нас есть формула релевантности. В ней есть множество факторов. Опять же, как говорят сотрудники Яндекса, у нас имеется порядка 800 факторов, и мы эти факторы все изучили, благо у нас есть возможность посмотреть, как они работают все. Но вопрос состоит в том, что, во-первых, не все факторы применимы в той или иной ветке Матрикс-Нета, и, соответственно, не во всех из этих факторов вообще есть принципиальное значение для аранжирования. Значит, соответственно, надо понимать, что любой фактор, если это произведение, он не может быть нулевым, потому что в этом случае все произведение будет нулевое, и должен быть положительным, потому что иначе, соответственно, само произведение может менять знаки. То есть мы предполагаем, что значение фактора, оно, соответственно, будет положительным и влияет на произведение. Чем больше значение фактора, тем, соответственно, у нас будет больше значения всего произведения. И саму значимость фактора можно оценить как нормировку значений. То есть, например, если фактор малозначимый, его значение может колебаться, например, от 1 до 2. А если фактор имеет значение достаточно серьезное, то, например, от 10 до 20. То есть, мы можем диапазонами значений этих факторов достаточно сильно изменять само произведение. И, точнее, диапазон, если, например, от 1 до 20, мы можем в 20 раз колебать саму выдачу, саму релевантность по определенному значению фактора. Это значит, что касаемо самих факторов. Надеюсь, в базовом элементе MatrixNet мы разобрались и дальше перейдем к тому, соответственно, как это все устроено. Давайте на примере двух простых факторов рассмотрим, как работает выдача, как работает сортировка, как работает MatrixNet. Допустим, два фактора. Пример. Фактор первый — это количество вхождений запроса, который считается по формуле количества вхождений плюс 1, деленное на количество слова в документе. Такой вот простой фактор. По такой формуле мы его определяем. А второй фактор может иметь, например, дискретные значения. Двойку в случае главной страницы, единицу в случае внутренней. И вот, предположим, вычисление релевантности для двух документов. В случае первого документа мы имеем 10 вхождений из 200 слов в документе, и это главная страница. А во втором случае имеем 20 вхождений из 150 слов, и это внутренняя страница. Как видим, второе значение релевантности получается чуть больше, соответственно, этот документ будет отранжирован выше. И вот таких сайдусом факторов, ну, здесь у нас на примере два, а их может быть там 800 или может быть меньше, но их достаточно много. Поэтому мы понимаем, что как бы вот влияние всех этих факторов надо достаточно серьезно учитывать. При этом надо понимать, что маном — это достаточно примитивное обозначение формулы. Оно может быть несколько сложнее, может быть больше составляющих, какие-то нелинейные функции, и там может быть много всего интересного в дальнейшем. Значит, давайте теперь подумаем, как нам анализировать факторы ранжирования. Надо сказать, что в факторах ранжирования может быть два типа значений. Могут быть дискретные значения и могут быть непрерывные. То есть, как на предыдущем примере я показывал, например, главная страница — это 2, внутренняя — это 1. У нас два значения — либо 2, либо 1. То есть, соответственно, либо есть параметр, либо нет. В факторах ранжирования Яндекса есть очень много факторов, например, такой, как фактор, например, страница из Википедии. То есть, либо это сайт из Википедии, либо нет. То есть, соответственно, есть значения там либо, допустим, 2, либо 1. И вот таких вот факторов их достаточно много, которые позволяют проверить, соответственно, что работает. Также такие факторы, например, могут быть как пессимизация. Если ваш сайт пессимизирован, у вас вся релевантность умножается на какое-то значение. Если не пессимизирован, то, соответственно, на другое значение. И тем самым это дискретные факторы. Есть такие факторы, как, ну, можно сказать, непрерывные. То есть, их значение может принимать, соответственно, любые значения. Любые значения, соответственно, в диапазоне области значений, которые могут быть. И это могут быть факторы, как так называемый LR, LR, значит, который определяет как раз вес ссылочной массы по статический вес или анкорный вес по, допустим, определенному запросу. Соответственно, мы это определяем, оцениваем и также подставляем наш маном, который определяем. Но нам надо понимать, что у каждого фактора есть какой-то диапазон значений. То есть, он есть, может быть, каким-то минимальным и каким-то максимальным. Вот. И нам надо понимать, соответственно, как это работает. Дальше посмотрим на следующее. Значит, для изменения параметра, при изменении параметра какого-либо документа, ну, например, там мы уменьшаем или увеличиваем количество вхождений, мы можем влиять сразу на несколько факторов. Какие-то факторы могут меняться в одну сторону, какие-то в другую. Значит, пример. Допустим, мы увеличили количество вхождений слова в документ. Что в этом случае происходит? Очевидным образом, факторы, которые отвечают за релевантность по формуле BM25, они будут увеличиваться. То есть, мы будем повышать релевантность. Но есть факторы, например, которые оценивают переспам. И этот фактор может быть дискретным. То есть, например, как только вы превышаете порог вхождения определенных слов в документ, этот фактор сразу вступает в силу и умножает нашу формулу релевантности на какое-то не очень хорошее значение. Тем самым, вся релевантность к документам может быть сильно понижена. Значит, теперь перейдем уже непосредственно к самим группам факторов, которые есть в Яндексе. Значит, я их поделил на 9 групп. Первая группа факторов — это географические. Соответственно, это принадлежность сайта к определенному региону, к, возможно, более точным локациям, например, к станции метро, если это будет потом использоваться достаточно серьезно. И на самом деле здесь это очень серьезно влияет на коммерческую выдачу, потому что выдача строится все-таки по конкретным регионам. Значит, второй фактор, вторая группа факторов — это текстовые факторы. Факторы, связанные с контентом страницы. Это title, это текст, это разметка тегами h1, там всем, 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 что связано внутри страницы. Соответственно, форматирование контента, наличие там в нем изображений, видео. Такие факторы есть, значит, есть, допустим, такой фактор в Яндексе интересный, как наличие большой картинки в документе. И вот это вот все у нас, соответственно, имеет значение, и эти факторы мы будем считать как текстовые или контентные. Вот, значит, на третьем месте у нас идет группа таких факторов, как коммерческие. Значит, здесь мы говорим о том, что это может быть, например, наличие телефонов, наличие цен на сайте, если это какое-то предложение по цене, наличие схемы проезда, количество адресов в Яндекс.Адресах, ну и так далее. То есть много-много всего, что может описывать какие-то коммерческие параметры компании. То есть это то, что, по сути, мы берем из контента, но характеризуем в какую-то коммерческую единицу, то есть, например, количество телефонов, количество адресов, не знаю, e-mail-адресов и так далее, всего, что может быть. Четвертая группа факторов — это так называемые внутренние факторы. Здесь мы прежде всего имеем структуру контента в документе. Такие вещи, как частота слов по коллекции документов. То есть, по сути, здесь множество факторов есть, которые связаны именно с контентом всего-всего, что у нас может быть. Вот. Значит, естественно, влияет значение перелинковка внутренняя, внутренняя структура ссылок, анкорное внутреннее ранжирование и все-все, что с этим связано. Четвертая группа факторов — это ссылочные факторы. То есть, соответственно, внешние ссылки, которые ссылаются на документ или на сайт, они, соответственно, влияют на статический вес, на анкорный вес. И много-много всего здесь может быть. Мы потом на этом будем подробнее останавливаться и будем рассматривать, какие, собственно, факторы у нас есть и как они работают. Вот. Значит, шестая группа — это поведенческие факторы. Вот эти поведенческие факторы, соответственно, оцениваются путем нескольких способов. Первое — это выдача. Соответственно, CTR документов выдачи, возвраты на выдачу и так далее. То есть, уточняющие запросы, все, что может быть с этим связано. Такая вещь интересная, как витальные запросы. То есть, ищут ли вашу компанию по названию этой компании. То есть, соответственно, популярны ли названия вашей компании в поиске. Значит, потом данные, соответственно, по посещению вашего сайта. Данные из Яндекс.Метрики, данные из Яндекс.Браузера, из браузеров с Яндекс.Баром. И все-все, что может получить, соответственно, поисковая система. Седьмая группа факторов — это социальные факторы. Здесь у нас есть, соответственно, социальные сети популярные. Вконтакте, Facebook, Twitter и так далее. Подписчики в них, упоминание вашего сайта в социальных сетях, ссылки из социальных сетей. Ну и все, что с этим можно связать. Все это можно назвать социальными факторами. Значит, есть еще так называемые пользовательские факторы. Ну, они меньше всего подвержены воздействию. Это, скажем так, факторы, которые отвечают за то, что выдача зависит между пользователями конкретными. То есть, вы поискали что-то одно. Соответственно, потом, исходя из того, что вы поискали до этого, у вас будет немножко изменена выдача. Поэтому вот такие вот группы факторов, они достаточно практически неизменяемы для конкретного оптимизатора, потому что они зависят от конкретного пользователя. Но, как правило, в коммерческих тематиках они зависят не сильно. Ну, это может быть только какая-то там специализированная геолокация. То есть, например, человек уточнил в своих запросах, что он находится в определенном районе или сегменте. Ну и потом, соответственно, мы можем это как-то использовать для того, чтобы построить выдачу. Вот. Ну, еще, значит, есть девятая группа. Это так называемые прочие факторы, которые я бы не отнес никуда. Но есть такие факторы, как, например, пессимизация, которые вроде бы она есть, вроде бы она может быть, но вот она вот такая вот. Есть факторы, которые очень специализированы. Например, там сайт является википедии или не является. Это тоже очень важно, да, как бы. Ну, по сути, это прочие факторы. Они есть, по сути, у каждого сайта, которые ранжируются, но вот они вот такие вот, какие они есть. Значит, теперь поговорим о том, какая группа факторов влияет у нас на ранжирование сильнее или слабее. На текущий момент я могу сделать следующую диаграмму, значит, и видеть, что на самом деле все группы факторов влияют приблизительно одинаково. Но какие-то чуть больше, например, фактор географический, влияет достаточно сильно. Если у вас нет привязки к определенному региону, то продвигаться крайне сложно. Фактор текстовый также достаточно серьезный. Если нет вхождений в документ определенных фраз, то, соответственно, и продвигаться практически невозможно. Коммерческие факторы тоже достаточно серьезная вещь. Сайт там без телефона, без адресов, без цен тоже порой продвигать крайне сложно. Дальше у нас есть такие факторы, как внутренние, безусловно, вес большой, структура документов на сайте, какие-то данные по контенту документов на сайте, но это все очень важно. Значит, никто не спорит, что поведенческие факторы – это один из ключевых факторов ранжирования, который также имеет значение. Значит, есть у нас, соответственно, ссылочные факторы, социальные, пользовательские, ну и прочие. То есть мы видим диаграмму примерно вот такая. И, в общем-то, здесь, наверное, неожиданности ни для кого нет. А теперь давайте посмотрим по сложности влияния. Насколько нам сложно влиять на ту или иную группу факторов. Я составил шкалу от 0 до 10, как оптимизатор может повлиять на ту или иную группу факторов. С какой силой? Значит, и получил примерно вот следующую диаграмму. Значит, что хочу по ней рассказать. Понятно, что, например, повлиять на географические факторы можно, но, например, на это нельзя потратить очень много денег и очень много сил. Здесь мы будем понимать, что сложность воздействия определяется нашим временем, нашими финансовыми ресурсами и, соответственно, оценивается, ну, как, по сути, сложность продвижения. Итак, географические факторы. Что мы можем сделать, чтобы привязать сайт к определенному региону? Можем купить какие-то телефонные адреса, повесить какие-то контакты на сайт. Значит, можем добавить сайт в Яндекс.Каталог и привязать через эти регионы. Но на самом деле, как правило, это разовое воздействие, оно не очень сложное и не очень дорогое. Поэтому здесь все мы оцениваем в 2 балла. Значит, дальше текстовые факторы. То есть мы продвигаем документ, мы должны обеспечить его текстовую релевантность. Разовая работа, она не сложная, не дорогая, хотя требует определенных навыков, поэтому оцениваем мы ее всего в 1 балл. Значит, дальше смотрим на коммерческие факторы. Значит, это такие факторы, как наличие телефона, наличие адреса, наличие цен. Как правило, тоже это, по сути, какое-то разовое воздействие, и его не очень сложно обеспечить. Достаточно просто прибегнуть к работе с сайтом и добить определенные необходимые значения, соответственно, в контент документов. Значит, теперь внутренние факторы. Опять же, мы видим здесь, что для того, чтобы обеспечить хорошее значение внутренних факторов, мы должны, собственно, просто провести оптимизацию, поставить внутренние ссылки, ну, сделать так, чтобы наш документ был достаточно релевантен внутри структуры сайта. Правильно распределить пейджеранг внутри документов, ну, или любой другой алгоритм расчета весов, который применяется в поисковых системах. И, соответственно, обеспечить нужный вес, как внутренний ванкорный, так и статический вес внутри сайта на определенных документах. Следующая группа факторов — это ссылочные факторы. И именно на текущий момент я отвожу 8 баллов. И именно связано это с тем, что данная работа требует серьезных интеллектуальных затрат и серьезных финансовых затрат. То есть на этот фактор воздействовать достаточно сложно и дорого. Самое главное — это требует и времени, так как прирост ссылок должен быть поступательным, и, соответственно, много-много всего, что должно быть. Тем самым получается, что вот в нашем хит-параде сложности воздействия на факторы ссылочные имеют первое место на сегодня. Значит, ну, практически не уступают им уже сегодня поведенческие факторы, то есть на них тоже сложно воздействовать. Во-первых, можно улучшать сайт, дорабатывать на нем юзабилити, посмотреть, как у вас конвертируется аудитория. А во-вторых, можно пытаться воздействовать на него какими-то искусственными методиками. То есть, ну, все это достаточно сложно и непросто. То есть воздействие, по сути, по сложности сопоставимо со ссылочным. И есть социальные факторы, на которые воздействовать пока не так дорого, но не менее сложно, поэтому этот фактор мы пока оцениваем в 5 баллов, но за ним, возможно, будущее, и его там сложность будет возрастать. Что же касаемо, соответственно, пользовательских факторов, то воздействовать на него мы не можем, поэтому здесь 0 баллов. И касаемо прочих факторов, таких как, например, пессимизация и что-то еще, на них можно пытаться воздействовать, переписываться со службы поддержки Яндекса, пытаться находить какие-то компромиссы, ну и так далее. Можно много чего сделать, но на самом деле воздействия тоже не колоссально сложные. По крайней мере, мы его оцениваем максимум в 3 балла. А теперь подумаем. Вот у нас есть значимость факторов, есть сложность воздействия на них. Соответственно, перемножив значимость на сложность воздействия, мы получим то, что сейчас управляет с ранжированием по коммерческим запросам, в коммерческих тематиках. Значит, соответственно, мы рассмотрим вот такую вот формулу, как определим сложность, как сумму долей факторов, помноженных на сложность воздействия на них. То есть тем самым определим, на что же нам сложнее всего воздействовать при продвижении сайтов. И получим примерно такую диаграмму, что если перемножить соответствующие значения, то на ссылочные воздействовать сложнее всего. Потом, соответственно, у нас идет поведенческие, потом идут социальные, внутренние, коммерческие факторы, ну и все остальное сильно меньше. То есть мы видим, насколько сложно воздействовать на ссылочное и насколько меньше значение по воздействию на все остальные факторы. Вот, поэтому, значит, здесь мы понимаем о том вообще, как сейчас строится выдача и как на нее воздействуют оптимизаторы. Потому что однозначно, что по коммерческим запросам, в коммерческих тематиках, по сути, все сайты, которые находятся в топе, они так или иначе продвигаются. По крайней мере, если эта тематика хоть более-менее как-то популярна, сайтов, которые не продвигаются или не думают о продвижении, в топах нет. И однозначно никогда не будет. Поэтому здесь мы говорим о том, что есть группа факторов, и мы думаем, как на эти факторы воздействовать и, соответственно, с этим быть. Значит, теперь поговорим о зажимленности факторов. Значит, каждая группа факторов может быть зашумлена. То есть, что мы подразумеваем под шумом? У нас может быть какое-то естественное воздействие на этот фактор. То есть, например, естественная ссылка, реальное живое упоминание человека в социальной сети или естественные поведенческие. То есть, соответственно, это мы подразумеваем под чистым фактором, который мы используем для аранжирования. И говорим о том, что есть определенная доля шума, то есть, значение того, насколько тот или иной фактор был изменен при помощи какого-то искусственного воздействия. Это может быть постановка купленных ссылок, это может быть накрутка поведенческих, это может быть покупка активности в социальных сетях, например, подсовывание на сайте в контактах офисов, которых в компании нет, ну и так далее. То есть, много-много всего, что может быть. И вот мера зашумленности факторов определяется как доля сайтов, которые используют воздействие на определенную группу факторов, помноженная на силу этого воздействия. И мы можем оценить сейчас, что действительно, если использовать такую меру определения, зашумленность ссылочных факторов достаточно большая. С другой стороны, по предыдущему анализу мы видим, что на самом деле влияние ссылочных факторов, оно действительно очень большое, и на него сложно влиять. И надо теперь подумать, как из всего этого может строиться дальнейшая картина по изменению учета факторов и что, соответственно, с этим может быть. Но для начала я хочу посмотреть доклад Александра Садовского, который был, соответственно, у нас сделан в 2010 году на конференции «Оптимизация» и показать, что Яндекс у нас делает с учетом всех последних изменений. А есть запросы другие. Это запросы коммерческие. И заметьте, со временем, если мы ничего не делаем, то вклад ссылок в релевантность растет в топе, потому что покупаются новые ссылки, кого-то вытеснили из топа, он начинает покупать еще больше. В общем, идет война бюджетов. Но чтобы не было такой бессмысленной деятельности, мы с сел-ссылки стараемся обнаружить и нейтрализовать. И в результате у нас здесь наблюдается тренд, что вклад ссылочных факторов постоянно падает. Более того, если посмотреть на топ-20 факторов, год, полтора года назад 70% факторов были ссылочными, год назад было 30%, сейчас только два фактора из 20. Мы говорим, ссылкам нет. Еще в 2010 году в борьбе со ссылочным, ну и, в принципе, как и во всех годах до этого, и как и во всех годах после, в борьбе со ссылочным отделялось огромное значение. И надо сказать, что сам Александр говорит, что, значит, если никаких мер не предпринимать по воздействию на ссылочное, то его влияние в факторах аранжирования растет. Это очевидно. Потому что количество ссылок, которые покупаются для продвижения сайтов в результатах поиска, оно, естественно, постоянно возрастает. И мы это видим последние все года. Оно растет на десятки процентов каждый год. А раньше росло и на сотни процентов. Поэтому, если говорить об этом, то мы понимаем, что каждый год влияние ссылочного, оно должно возрастать на десятки процентов. И вот это влияние, его надо как-то компенсировать с занижением небольшим ссылочных факторов аранжирования. Это очевидно происходит. И последние три года однозначно можно сказать, что ссылки начали играть чуть меньше. Но при том, что количество этих ссылок растет, а сложность воздействия на другие факторы тоже увеличивается, то на самом деле примерно все это компенсирует. И мы понимаем, что отключить как таковое ссылочное аранжирование в принципе, с одной стороны, невозможно по предыдущему анализу, потому что ссылки имеют слишком большое влияние, на них слишком сложно воздействовать, и тем самым они слишком хорошо структурируют нашу коммерческую выдачу. С другой стороны, влияние этих ссылок достаточно серьезно, постоянно возрастает. И поэтому нужно находить какой-то баланс, который позволяет нам учитывать это ссылочное аранжирование максимально эффективно и хорошо. Значит, теперь поговорим о том, что вообще может быть в случае изменения каких-либо ссылочных факторов и вообще может ли это произойти. По-моему, год назад Яндекс анонсировал так называемые Яндекс.Острова. Значит, как мы видим, Яндекс.Островов до сих пор нет, и непонятно, предвидится ли вообще и будут ли они. Тем самым мы видим, что на текущий момент скорость внедрения каких-либо инноваций или новых технологий в компанию Яндекс, она на самом деле крайне медленная. Поэтому, с одной стороны, мы можем понимать, что любое изменение, которое компания Яндекс может сделать, оно может произойти очень-очень нескоро. И вообще не факт, что вообще произойдет, потому что очень много чего обещалось, какие-то там персональные поиски, которые вот тоже недавно анонсировались, и много-много всего, что должно было появиться, но оно, к сожалению, до сих пор не появилось. Это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения логики и по мнению всех экспертов, которых мы знаем на рынке, отмена ссылочного ранжирования негативно скажется на качестве поиска. Точнее, даже отмена любых факторов, связанных со ссылочным ранжированием, очень серьезно поведет к снижению качества поиска. Получается, что Яндекс может пожертвовать качеством поиска, а может не пожертвовать. Но, скорее всего, с учетом текущей конкуренции с Google и с другими поисковыми системами, жертвования качеством поиска – это мера, прямо скажем, неадекватная. Поэтому мы можем говорить о том, что с наибольшей долей вероятности фактически ссылочное ранжирование меняться не будет или будет меняться очень слабо. С другой стороны, предположим, что вдруг Яндекс решил принципиально как-то изменить учет ссылочного ранжирования и какие-то отдельные из этих факторов, например, анкорное ранжирование, понизить или выключить. Что в этой ситуации может произойти? Однозначно, все воздействие, которое было сфункусировано на ссылочное, будет перемещаться на воздействие на другие факторы – социальные, поведенческие и так далее. И, как мы рассмотрели до этого, зашумленность этих факторов будет возрастать колоссально. Соответственно, поисковая система не будет иметь чистого сигнала для построения нормальной, релевантной коммерческой выдачи. И тем самым она будет вынуждена вернуться обратно к ссылочному ранжированию, так как оно обеспечивало более-менее нормальные сигналы для построения ранжирования. Тем самым, по оценкам ряда экспертов и моим тоже, мы видим, что зашумление этих факторов произойдет примерно от 3 до 9 месяцев после изменения параметров ранжирования. Соответственно, будет неизбежный возврат к ссылочному. То есть, вот что может произойти в двух различных сценариях. Первый сценарий, мне кажется, вероятным с процентов на 85, ну и процентов на 15 мы видим, что может быть там небольшая часть ссылочных факторов так или иначе отменена или понижена. Ну, например, это может быть анкорное ранжирование, которое там так или иначе по высокочастотным запросам, ну и так на самом деле не сильно очень влияет сейчас. Поэтому по таким вот группам факторов, в принципе, какие-то изменения возможны. Теперь давайте поговорим о том, как можно к текущей ситуации, которая может возникнуть, а может не возникнуть, но тем не менее предупрежден, значит вооружен, как к этому подготовиться. Значит, первое, что я могу порекомендовать, это улучшить всевозможными образами поведенчески до возможного какого-то изменения параметров ранжирования. Как можно их улучшить? Нужно, понятное дело, продвинуть сайт в топ. Чтобы продвинуть сайт в топ, на текущий момент самым эффективным способом является увеличение ссылочной массы, так как это можно сделать достаточно быстро и на самом деле сильно нарастить позиции. Тем самым увеличение, например, ссылочной массы на 30% в месяц позволит вам достаточно быстро попытаться подняться в выдаче, нарастить поведенческий, и тем самым, если потом как-то что-то будет меняться с ссылочным ранжированием, достаточно серьезно на вот эти, на эту паузу в ссылочном ранжировании на 3 месяца или полгода застолбить свои позиции и практически не просесть. То есть вот это позволит вам действительно серьезно добиться хороших результатов. То есть поднять позиции сейчас, прежде всего за счет ссылочного, чтобы, если что-то произойдет, быть стабильно за счет поведенческих в топе. Второе, значит, обязательно создать нормальные социальные факторы. Прежде всего, это создать группу или страницу во всех популярных социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, ну и так далее, все, что можно измерять, все, к чему можно приложиться. Особенно, если это связано с вашим бизнесом, то, может быть, это будет Instagram, Foursquare и что-то еще. То есть все это надо использовать. Значит, естественно, для всего этого я чуть попозже покажу, как можно использовать продукты Мегаиндекса, использовать сервис SocialTask, использовать наши встроенные механизмы по работе с социальными сигналами, чтобы, соответственно, эти факторы влиять. Третье, что важно, это обеспечить необходимые социальные сигналы. Под социальными сигналами я понимаю, соответственно, ссылки на ваш сайт из социальных сетей, из Facebook, из ВКонтакте, из Одноклассников, из Twitter. Понимаю упоминания о вашей компании в социальных сетях, отзывы и так далее. Все, что может быть с этим связано, поэтому это тоже важно. И, соответственно, важно, чтобы социальные сигналы пошли на ваш сайт уже сейчас. И четвертое воздействие, которое необходимо, это работа над поведенческими. Значит, под поведенческими я бы выделил следующие группы факторов, на которые важно воздействовать или подумать, как их улучшить. Первое – это витальные запросы. Вашу компанию должны искать по запросам, связанным с названием вашей компании. То есть по запросу с именем вашей компании должно каждый день приходить какое-то количество людей, и оно должно переходить на ваш сайт, потому что это самый релевантный запрос для вашей компании. Если вашу компанию ищет, у поисковой системы есть такой фактор, который будет отражать, по сути, коммерческий фактор ранжирования или поведенческий, и будет отражать вашу популярность. Тем самым количество этих поисков приведет к росту популярности ваших поведенческих факторов, вашего рейтинга. Вторая задача – это улучшение CTR. Тут мы можем сделать две вещи. Можем, соответственно, повысить привлекательность наших сниппетов, можем попробовать на это воздействие как-то поработать искусственно. Но, тем не менее, нам надо наработать CTR. Значит, естественно, нам надо обеспечить сессию поиска так, чтобы наш сайт при посещении поисковой сессии был последним. То есть после посещения нашего сайта минимальное количество людей возвращалось на поиск и искало какие-то сайты наших конкурентов. Тоже важно. И обеспечить, естественно, возвраты на сайт. То есть если человек пришел на ваш сайт из поисковой системы по поисковому запросу, какая-то часть этих людей должна всегда возвращаться на ваш сайт. Через день, через неделю, через месяц. Но возвраты должны быть. Это говорит о том, что ваша компания либо обеспечивает повторные продажи, либо какой-то имеет интерес для клиента. И вот эти поведенческие факторы также очень важны. Значит, вот, собственно, четыре основных воздействия, которые я рекомендую делать сейчас, чтобы быть предупрежденным и вооруженным к возможным изменениям и, соответственно, к последующим успешному продвижению. Вот. Значит, теперь хотелось бы поговорить о таком интересном нововведении, которое анонсировал Яндекс, как шифрование реферер. То есть, когда вы переходите из поисковой системы, сейчас все системы статистики используют реферер для определения той фразы, по которой происходит переход на сайт. Если этот реферер будет шифроваться, то, по сути, системы статистики не смогут определить, по какой фразе будет переход на сайт. Значит, и это будет давать определенную сложность. То есть, представьте, ни одна существующая система статистики не сможет определить поисковую фразу, по которой идет переход на сайт, ну, кроме, соответственно, компании Яндекс. И, ну, естественно, однозначно эта статистика будет доступна в счетчике Яндекс.Метрика. Для чего это делается? Как я вижу, соответственно, делается это для того, чтобы повысить популярность метрики и использовать эти данные для обработки поведенческих факторов. То есть такая мера направлена на то, чтобы, соответственно, повысить популярность метрики, чтобы у поисковой системы Яндекс было больше данных для обработки поведенческих факторов. О чем это говорит? О том, что метрика все серьезнее будет использоваться в построении ранжирования, так как из нее будут экспортироваться данные о поведении пользователей. Тем самым я рекомендую поставить метрику на практически любой сайт, если он более-менее адекватный и вменяемый, настроить там цели по конверсиям, причем возможность сделать их так, чтобы конверсии на вашем сайте наступали как можно чаще. То есть, например, там, целевое действие на вашем сайте встречалось, ну, там, не знаю, там, каждое-пятое. И поисковая система будет видеть, что ваши целевые действия наступают достаточно часто, и тем самым тоже будет ваш сайт повышать и ранжировать лучше. Значит, ну вот, пожалуй, на самом деле основные моменты, которые я хотел бы обозначить. И в заключении хочу резюмировать, что, во-первых, ни одна поисковая система в мире не смогла отказаться от ссылочного ранжирования, и это сделать не сможет, потому что ссылочное ранжирование – это основа обычного нашего поиска, которым мы пользуемся каждый день. Можно изменять параметры ранжирования, можно делать что угодно, но так или иначе отказ от какой-то группы факторов ведет к серьезному понижению качества поиска. Ни одна здравомыслящая поисковая система на это пойти не сможет. Опять же, если качество поиска, может быть, остается неизменным при отключении каких-либо факторов сейчас, то однозначно этого не будет происходить через месяц, через два, через пять, через год. Поэтому мы видим однозначное будущее ссылочного ранжирования, причем это будущее не на год, не на два, а может быть, на 10, 20 или 30 лет. Это будет происходить до тех пор, пока будет работать наш классический поиск, пока он не перейдет в какие-то новые абстракции, на ассоциативные ряды, на что-то еще, на медиа-контент совсем, на работу с голосом и так далее. То есть, все, что может, по сути, происходить, это анализ каких-либо ссылок. Возможно, ссылки будут через, не знаю, 10 лет голосовыми, какими-то медийными, но, тем не менее, ссылки есть ссылки, они будут всегда учитываться во всех алгоритмах ранжирования. Вот, собственно, на этом я хотел бы закончить изложение своей позиции. И теперь я призываю вас написать вопрос. Я сейчас сделаю небольшой перерыв, постараюсь обработать ваши запросы, еще более детально рассмотреть факторы ранжирования ссылочные в Яндексе, которые есть, чтобы, соответственно, более глубоко погрузить ваши в этот вопрос.